Добрый день, уважаемые коллеги! Рак шейки матки занимает седьмое место в структуре онкологической заболеваемости женщин. Это четвертая причина смертности больных женщин, больных злокачественными новообразованиями. Если переводить в абсолютные цифры, то примерно 600 тысяч новых случаев мы регистрируем ежегодно по миру, и примерно 350 тысяч женщин погибают от этой патологии каждый год. Тадель Федоровна тоже уже говорила, что наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности представлены в странах Центральной Америки, Южной Америки, это африканские страны, это страны Азии, и, конечно же, здесь наиболее высокие показатели смертности. Что касается нашей страны, то примерно 18 тысяч новых случаев ежегодно. Большинство из них, примерно 44%, это локализованный процесс, каждая третья пациентка имеет местно распространенный процесс, ну и около 16% это больные метастатическим раком шейки матки. Стадия имеет значение не только для выбора терапии, о чем очень подробно рассказала Адель Федоровна, но и определяет прогноз заболевания. Вот как раз вот те самые показатели пятилетней выживаемости, если в целом это где-то 66%, больные локализованной формой, то, что говорила Адель Федоровна, 90% пятилетней выживаемости от больных метастатическим процессом, они не переживают рубеж пятилетней выживаемости, переживают около 17% пациенток. То, что очень подробно тоже Адель Федоровна разобрала, буквально мазками я скажу о том, что локализованный процесс, согласно классификации ФИГО 2018 года, это первая А стадия, вторая А, это больные, которые подлежат чисто хирургическому лечению с последующей адевантной терапией в зависимости от факторов риска прогрессирования, а уже больные, начиная с первой Б стадии до четвертой А, это больные, которые подлежат химио-лучевой терапии. Больные диссеминированным процессом, четвертая Б стадия, это только системное лекарственное лечение и применение каких-то локальных методов лечения в этой ситуации, будь то лучевая терапия или хирургический метод лечения, они применяются только при осложненных формах с палеотивной целью, например, с обезболивающей целью лучевая терапия, с целью профилактики кровотечения, хирургическое лечение, вот в таких ситуациях. Очень часто задают вопросы и сами пациенты, и у клиницистов нередко возникает вопрос, а что если самостоятельную химио-лучевую терапию, которую получают пациентки, добавить, так скажем, условно-адевантной, усилить условно-адевантной химиотерапии. И вот в прошлом году нам стали доступны уже результаты пятилетней выживаемости больных, они были доложены на АСКО в прошлом году, это клиническое исследование АУТБЭК, международное рандомизированное исследование третьей фазы, в которое включались пациентки местно распространенным раком шейки матки, это больные, которые не являлись кандидатами для хирургического лечения, а все подлежали сочетанной химио-лучевой терапии. Стандартная терапия 40-45 Грейза, 20-25 фракций, с еженедельным введением цеплотина, в стандартной дозировке 40 мг на метр квадратный еженедельно на всем протяжении курса химио-лучевой терапии. И в последующем после данной терапии пациентки были рандомизированы на две группы. Одна группа продолжала адевантную терапию, условно-адевантную, это блок из четырех циклов платинового дуплета карбоплотин и поклитоксон, а вторая группа пациенток оставались под наблюдением. Ну, конечно же, оценка показателей общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, безопасности и качества жизни были превалирующими точками в данном исследовании. Если посмотреть на характеристику пациенток, то они абсолютно были сбалансированы в обеих группах. И по медиане возраста, это достаточно молодые пациентки 40-45 лет, и по общему состоянию, примерно 75-73% больных вообще не имели никаких проявлений опухолевого процесса и имели ЭКОК-0. По степени поражения и вовлечения лимфатических узлов и по гистотипу, а также по медиане опухоли на момент включения в исследование, пациентки были абсолютно хорошо сбалансированы в обеих группах. Если посмотреть на эти группы уже после химио-лучевой терапии, то полный курс химио-лучевой терапии в обеих группах завершили примерно по 77% пациенток, причем без прерывания курс прошли около 92% пациенток, и в среднем по 5 введений цисплотина получили больше 80% больных, 83-84%. А что касается одевантной химиотерапии, то полноценные 4 цикла смогли перенести только 62% больных, то есть достаточно большая цифра. При этом было показано, что вероятность не получить химиотерапию в 2 раза была выше у пациенток старшей возрастной группы и в 3 раза была выше у тех, кто не завершил полный курс химио-лучевой терапии по причине токсичности. И что мы видим в результате 5 лет наблюдения за этими пациентками? Мы видим, что дополнение химиотерапии абсолютно не влияет ни на безрецидивную выживаемость, ни на общую выживаемость. Безрецидивная выживаемость 63% в группе комплексного лечения и 61% в группе только химио-лучевой терапии. Это же касается и общей выживаемости. 72% комплексного лечения и 71% в группе только химио-лучевой терапии. Кроме этого, было показано, что дополнение одевантной химиотерапии не улучшает показатели выживаемости в группе больных, независимо от того, завершили они курс химио-лучевой терапии или не завершили. Поэтому на сегодняшний день, когда проводилась оценка, как прогрессировали эти больные, показали, что независимо от того, получали пациенты одевантную терапию или не получали, характер прогрессирования был примерно одинаковый. И развитие локальных рецидивов, и развитие отдаленных. То есть, казалось бы, одевантная химиотерапия должна элиминировать микрометастазы, отсрочить развитие диссиминации процесса. Но, к сожалению, этого не произошло. И поэтому на сегодняшний день при оценке уже гематологической токсичности этих режимов было показано, что добавление химиотерапии однозначно увеличивает токсичность. Это касается, прежде всего, гематологических осложнений. И не только осложнений первой, второй степени. Осложнения третьей степени были примерно в три раза выше в группе больных, которые получили дополнительную одевантную химиотерапию против больных, которые были только на химио-лучевой терапии. К сожалению, добавление одевантной химиотерапии к карбоплотинам по клитоксилам, к радикальной химио-лучевой терапии ничуть не улучшает показатели общей и беспрогрессивной выживаемости по сравнению с больными, которые получили только химио-лучевой терапии. Поэтому на сегодняшний день золотой стандарт для больных местно распространенным раком шейки матки – это химио-лучевая терапия. Лучевая терапия с одномоментным применением цисплотина в стандартном режиме дозирования еженедельно. Метастатический рак шейки матки. Конечно, когда были получены данные о высокой эффективности препаратов платина, алкалилирующих соединений при лечении рака шейки матки, одно из первых исследований – это исследование GOG204, которое оценило эффективность различных платиновых дуплетов. 513 больных метастатическим раком шейки матки, которые ранее не получали системной лекарственной терапии по поводу прогрессирования или по поводу рецидива заболеваний или по поводу диссиминированного процесса. Они были рандомизированы на четыре рукава. Это все платина, содержащие дуплеты. Цисплатин паклитоксил, цисплатин винарельбин, цисплатин гемцитабин, цисплатин топотекан. И что было показано? Было показано, что в принципе все режимы обладают равной эффективностью, за исключением паклитоксила и цисплатина, который превалировал над остальными платиновыми дуплетами как с точки зрения частоты объективного ответа, так и с точки зрения медианной выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Только в этом режиме общая выживаемость преодолела рубеж одногодичной выживаемости при всех остальных дуплетах не более 10 месяцев. Поэтому на сегодняшний день золотым стандартом является комбинация препарата платины и паклитоксила, но это не говорит о том, что нельзя использовать другие дуплеты. Если есть какие-то противопоказания для препаратов токсанового ряда, например, непереносимость, аллергическая реакция, которые достаточно часто возникают, или, например, тяжелые полинеэропатии, связанные с сахарным диабетом, вы смело можете использовать и другие платиносодержащие дуплеты и получить от этого определенную эффективность. Следующим шагом в развитии химиотерапии ракошейки матки стало сравнение эффективности карбоплотина и цесплотина. И было показано, что эти препараты обладают абсолютно равной эффективностью с точки зрения выживаемости общей и с точки зрения выживаемости без прогрессирования. Но в этом исследовании, когда проводили такой детальный поданализ, показали, что пациентки, которые ранее не получали химио-лучевой терапии с цесплотином, то есть это речь идет о первичном метастатических пациентках, они выигрывают от назначения цисплотина. И это надо помнить. Если у вас на приеме перед вами пациентка, которая первичная метастатическая, в качестве платинного дуплета, для нее надо выбирать химиотерапию на основе цисплотина, а не карбоплотина. С этой точки зрения она выиграет в показателях выживаемости и объективном ответе. Большой минус химиотерапии – это отсутствие специфичности действия. Мы не знаем, как ответит каждая конкретная пациентка на тот или иной режим химиотерапии. И с этой точки зрения одним из значимых вековых событий в развитии клинической фармакологии этого столетия стало внедрение в практику таргетных препаратов. То есть препараты, которые воздействуют на определенные мишени в опухолевой клетке. Это чаще всего рецепторы ростовых факторов, которые зачастую гиперэкспрессируются в опухолевой ткани, или же это тирозинкиназные сигнальные пути. И вот одним из первых таких таргетных препаратов стал Бевоцезумаб. Это антиангиогенный препарат, который блокирует рост сосудов в опухолевой ткани. И такой, так скажем, универсальный солдат, который хорошо работает при различных злокачественных новообразованиях, рак шейки матки не стал исключением. И исследование GOOG240, в котором проводилась оценка эффективности Бевоцезумаба в сочетании с платиновым и бесплатиновым дуплетом в качестве первой линии терапии. 452 пациентки были разделены на 4 рукава. Два рукава – это чисто химиотерапевтический поклитоксел-цисплатин и поклитоксел-ТОП-ТК, то есть бесплатиновый режим. И еще такие же два рукава, но с добавлением Бевоцезумаба по 15 мг на метр квадратный. Оценка общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования и частоты объективного ответа были главными целями в этом исследовании. И было показано, что добавление Бевоцезумаба к любому режиму, будь то платиновый дуплет, будь то бесплатный, увеличивает медиану общей выживаемости с 13 до 17 месяцев, увеличивает частоту объективного ответа до фактически 50% по сравнению с 36% в группе больных, которые не получали Бевоцезумаб, и увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования до 8,2 месяцев. Поэтому на сегодняшний день комбинация платинового препарата цис- или карбоплатин в сочетании с поклитокселом и Бевоцезумабом это золотой стандарт первой линии лекарственной терапии распространенного рака шейки матки. Но, к сожалению, как бы эффективной не была первая линия химиотерапии, рано или поздно возникает вопрос о прогрессировании заболеваний, рано или поздно возникает ситуация продолженного роста. Это связано, прежде всего, с гетерогенным характером опухолевого процесса и потерей чувствительности к химиотерапии. Здесь для второй линии у нас достаточно большой арсенал препаратов, которые мы можем использовать, но, к сожалению, частота объективного ответа крайне низкая, она может колебаться от 0 до 5, 10, 15, максимум до 20%. При этом медиана выживаемости без прогрессирования 2-5 месяцев, а медиана общей выживаемости вообще не превышает 9,5 месяцев. И здесь, конечно, с этой точки зрения наиболее актуальным становится индивидуализация лечения и подбор терапии на основе молекулярно-генетического тестирования. И вот если мы говорим о метастатическом раке шейки матки, то для нас важным является определение уровня PDL методом CPS. Это цифровой показатель, он вычисляется в цифрах от 0 до 100 максимально. Это определение микростритной нестабильности или ДММР. Любой метод, который доступен у вас, который вы можете предложить своей пациентке, это метод молекулярно-генетического тестирования ПЦР-реакции или иммуногистохимические определения дефицита репарации неспаренных нуклеотидов методом ИГХ, определения экспрессии белков. И наличие мутации в НТРК – это тоже достаточно перспективное, но, к сожалению, это крайне-крайне редкая мутация. Какие предпосылки? Ну, предпосылки для молекулярно-генетического тестирования и подбора новой линии терапии, они, конечно, очевидны. Невысокая эффективность монотерапии с плотином 19, дуплет 30%, добавление биоцизумаба до 50%, но рано или поздно возникает прогрессирование. И вот такой достаточно второй существенный виток в развитии клинической фармакологии в этом столетии – это внедрение иммуно-онкологических препаратов. Иммуно-онкологические препараты, они изменили парадигму лечения многих злокачественных опухолей и рака шейки матки. В том числе мы очень долго топтались на одном месте, не было эффективных препаратов для некоторых заболеваний, некоторые заболевания вообще считались аутсайдерами, с самого начала этично было не лечить больных, потому что не было эффективных препаратов, а токсичность от имеющихся была колоссальной. Но вот благодаря появлению клинической фармакологии этого направления, направление иммуно-онкологической терапии, изменилось лечение многих заболеваний. И вот на сегодняшний день выполнено уже немало клинических исследований в отношении рака шейки матки по определению эффективности иммуно-онкологических препаратов. Некоторые исследования продолжаются и в настоящее время. И вот одно из первых исследований, это исследование КИНОТ-158, это мультикагортное исследование. Одно из первых, это вторая фаза, когда проводилось просто подбор опухолей, при которых будут работать эти препараты иммуно-онкологические. И вот в этом исследовании больные раком шейки матки представили когорту из 98 пациенток. Больные получали все ранее какую-либо стандартную лекарственную терапию, как минимум одна линия, некоторые две и три линии терапии получили. Лечение проводилось пембролизумабом, стандартный режим дозирования 200 мг каждые три недели в течение двух лет, либо до развития токсичности или прогрессирования, что наступало раньше. И что мы видим? А мы видим, что из 98 пациенток ПДЛ-позитивными, а для рака шейки матки ПДЛ-позитивный статус считается единицей более, оказались 82 пациентки. Частота объективного ответа у них составилась 17,1%. Казалось бы, эта цифра вообще невысокая, если сравнить с историческими цитостатиками, которые есть в нашем арсенале. Но обратите внимание, 50% пациенток, которые ответили на лечение, имеют продолжительный эффект. И при медиане наблюдения 3 года, больше трех лет, еще даже не доложено о длительности ответа. Благодаря пембролизумабу 17,2, это беспрогрессивная выживаемость, одногодичная, и 42, это одногодичная общая выживаемость. И в результате этого исследования пембролизумаб был одобрен для пациенток с рецидивирующим метастатическим раком шейки матки, с наличием экспрессии по уровню СПС, единица и более, либо с наличием микрострелитной нестабильности или дефицита в системе репарации неспаренных нуклеотидов. Конечно же, такое четкое распределение лечения в зависимости от стадии заболевания. Оно предполагает, что локальная форма – это хирургия, местно распространенная химия лучевая, метастатический рецидивирующий диссеминированный процесс – это лекарственное лечение, но рано или поздно возникает прогрессирование, и вот такая высокая экспрессия ПДЛ и микрострелитной нестабильности в опухоли шейки матки, а также высокая эффективность этих препаратов попыталась инкорпорировать пембролизума в первую линию лекарственного лечения распространенного рака шейки матки. И вот исследование КИНОТ-826, о котором мы уже все хорошо знаем, 617 больных персистирующим, рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки, которые ранее не получали лекарственной терапии, они были рандомизированы в две группы. Обязательно они получали дуплет из препарата платины, либо цис, либо карбоплатин, в сочетании с поклитокселом. По усмотрению исследователя они получали бевоцизумаб, то есть при наличии противопоказаний бевоцизумаб не назначался, а в качестве исследуемого препарата дополнительно назначался либо пембролизумаб, либо плацебо. Это плацебо-контролируемое исследование, поэтому двойное слепое, поэтому плацебо пациентки так же, как и пембролизумаб, получали в течение двух лет, то есть 35 циклов. И если мы посмотрим на характеристики этих пациенток, они абсолютно были сбалансированы по медиане возраста, по экогу, по гистотипу, доминировал плоскоклеточный около 70%, по уровню PDL, причем PDL меньше единицы, был примерно по 11% в обеих группах. По характеру предшествующего лечения была химиолучевая терапия или нет. По стадии примерно по 30% больных в обеих группах, это были первичные метастатические больные, которые не имели предшествующего вообще лечения никакого. По применению бевоцизумаба примерно по 62-63% больных получали бевоцизумаб. И что мы видим? Мы видим, что добавление пембролизумаба в первой линии увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования до 10 месяцев. Причем независимо, какой уровень PDL был, CPS больше единицы или больше 10, цифры примерно одинаковые. Мы видим увеличение медианы общей выживаемости при добавлении пембролизумаба. И если посмотреть на подгрупповой анализ по общей выживаемости, то мы четко видим, что добавление пембролизумаба дает преимущество абсолютно во всех группах. Независимо от того, какой это был гистотип плоскоклеточный или аденокарцинома, какой препарат платины использовали, карбо или цист, был бевоцизумаб или не было, была химия лучевая терапия или не было. И такие же данные касаются и медианы общей выживаемости. То есть абсолютно во всех группах добавление пембролизумаба увеличивает эффективность с точки зрения показателей выживаемости. Точно так же и с точки зрения частоты объективного ответа. Независимо от гистотипа, независимо от типа препарата платины, бевоцизумаба и химия лучевой терапии, все пациентки получили значимо большую частоту объективного ответа, которая составляет практически 66%. Выводом этого исследования стало то, что комбинация пембролизумаб, химиотерапия плюс-минус бевоцизумаб увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования общей выживаемости и частоты объективного ответа по сравнению с пациентами, которые не получали пембролизумаб. Преимущество этой комбинации наблюдалось независимо от гистотипа опухоли, типа препарата платин, предшествующей химия лучевой терапии и применения бевоцизумаба. И эти данные, конечно, поддерживают, что, скорее всего, вот это наше будет ближайшее будущее, и пембролизумаб выйдет в первую линию терапии. Эвдея одобрила в октябре 2021 года эту комбинацию, но пока у нас в стране эта комбинация не одобрена. Вот режимы, которые мы можем смело назначать у себя в стране. Это первая линия химиотерапии, это различные платиновые дуплеты, и в качестве второй линии, конечно же, предпочтение отдаётся пембролизумабу при наличии ПДЛ больше единицы или наличии микростелитной нестабильности, но в случае отсутствия этих параметров, то тогда это возможные варианты химиотерапии, они представлены на слайде. И в заключении мне бы хотелось сказать, что, конечно, на сегодняшний день актуальна и сохраняется стратегия дифференцированного и персонализированного подхода в лечении больных раком шейки матки. Химиолучевая терапия с еженедельным цисплатином это золотой стандарт терапии местно распространённого рака шейки матки. Комбинация на основе препаратов платин и токсана в сочетании с бевоцузмабом при отсутствии противопоказаний к нему это стандарт первой линии диссиминированной или рецидивирующего рака шейки матки, независимо от гистологического типа и характера первичного лечения. А вот выбор препарата платины, об этом надо помнить, мало кто на это обращает внимание, он зависит от предшествующей терапии. Для первичной метастатической акцент делаем на цисплатин. Преимущество в отношении иммунотерапии требует обязательного определения ПДЛ-статуса методом СПС или микростатической нестабильности. А назначение иммунотерапии в первой линии конечно это возможно это наше ближайшее будущее, но ставит достаточно вопрос ребром о выборе последовательности цитостатиков для второй линии и последовательности для третьей и последующих линий терапии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...